В начале мая жители края начали получать квитанции на оплату коммунальных услуг. Единый платежный документ с расчетами за потребленную электрическую и тепловую энергию от гарантирующего поставщика ПАО ДЭК отличается по формату от ранее доставляемых квитанций. Как читать квитанцию, разобраться, сколько вам начислили за услугу и как оплатить онлайн с помощью единого платежного документа? Мы просили на эти вопросы ответить начальник управления по работе с частными клиентами, исполняющего коммунальных услуг филиала ПАО ДЭК Хабаровско-Наркозбыт Николая Долженкова. Доброе утро. Расскажите, почему изменился формат, как сейчас выглядит квитанция для тех, кто, может быть, еще не успел получить ее на руки? Или кто получил и удивился? Ничего не понял. Да, тут достаточно все просто. Вопрос сбора денежных средств и оплат коммунальных услуг для нас носит первостепенный характер. Мы живем в век цифровизации, поэтому Дальневосточная энергетическая компания открывает новые единые расчетные информационные центры. И также ПАО ДЭК реализовала новый сервис, это платежная страница ПАО ДЭК. Люди, которые получили жители нашего края квитанции, в этом месяце в левом верхнем углу есть QR-код, отсканировав который, можно перейти на страницу оплаты ПАО ДЭК, где без регистрации в один клик можно будет произвести оплаты за отопление, электроэнергию и горячее водоснабжение. То есть теперь, получается, можно не идти в кредитные организации, в офисы в том числе, можно просто сканировать QR-код и все, беды не знать. Все верно. Для граждан это очень облегчает процесс оплаты, экономит их время. При оплате взымается по услуге ДГК минимальная комиссия. Если оплачиваем банковской картой, то 0,5% от суммы, а если оплачиваем через систему быстрых платежей, то это 0,2%. А услуга электроэнергии оплачивается и вовсе без комиссии. Но если я правильно помню, то ранее на каждую услугу тоже был QR-код. То есть отдельно на электроэнергию, отдельно на тепло. То есть сейчас принципиально просто это объединили в одну систему? Нет, объединение это отдельно. QR-коды остались. Также существует QR-код для оплаты электроэнергии, QR-код для оплаты тепловой энергии. Это QR-коды через банковские системы. То есть человек может воспользоваться своим приложением кредитной организации, но стоит заметить, что комиссия там уже индивидуальная, будет зависеть от самого банка. Ага, а так попадаем на сайт сервиса платы PowerDeck? Нет, эти QR-коды непосредственно через банковские приложения, они оплачивают через банк. А первоначальный, который находится, повторю, в левом верхнем углу, это единый, который попадаешь на платежную страницу PowerDeck и в клик без регистрации все оплачиваешь. Ну вот мы уже сказали о том, что теперь в офис идти не обязательно, но тем не менее мы слышали, что кажется у дальневосточной энергетической компании в этом году будет новый офис открываться. Так ли это? Будет не один офис открываться. В центре города для наших горожан открывается современный единый расчетно-информационный центр. В настоящее время идут ремонтные работы. Этот офис будет располагаться на улице Ленина, 43А. Ну а также хотелось бы обрадовать жителей самого крупного района Индустриальный. У них уже существует в их районе один офис обслуживания, и в сентябре открывается второй по улице Пионерской. То есть, опять же, можно обратиться в офис с любым вопросом, за консультацией обратиться, правильно понимаю? Все верно. Ранее платежные документы можно было найти на госуслугах. Сейчас они также туда выгружаются? Да, на госуслугах, в ГИС ЖКХ все как было, так и выгружаются. Ничего в этом плане не меняется. Если человек не смог разобраться в начислениях в квитанциях за потребленные ресурсы, куда ему можно в этом случае обратиться? Может быть, телефон есть? На нашем платежном документе есть прописано электронное почта, куда можно написать обращение. Есть телефон единого контакт-центра, куда можно позвонить и задать свои вопросы. Но также можно непосредственно прийти в наши офисы и пообщаться с нашими специалистами, которые ответят на все вопросы. Но и получать квитанции для того, чтобы их оперативно, своевременно оплачивать, можно разными способами. Вот мы сейчас до начала нашей беседы обсудили, что, в общем-то, сегодня есть возможность даже не получать бумажную квитанцию, не ждать ее. То есть, я так понимаю, в электронном виде чуть раньше приходит информация? Все верно. Да, как я уже говорил, мы живем в век цифровизации, поэтому на сайте ПАУДЭК можно зарегистрироваться и подписаться на электронный платежный документ. Соответственно, уже гражданин будет получать, наши жители будут получать квитанцию не в ящике, а на электронную почту. Так удобнее, где бы они ни находились, в любой точке мира, они могут всегда получить эту квитанцию и произвести оплаты. Спасибо вам огромное за информацию. Я напоминаю, что в гостях был Николай Долженков, начальник управления по работе с частными клиентами филиала ПАУДЭК Хабаровской наркозбыт.